Одесситы вновь напомнили о таком виде протеста, как пешеходный. Почти полсотни владельцев гаражей сегодня перекрыли улицу Центральный аэропорт в знак протеста против действия одноименного предприятия. Руководство воздушных ворот Одессы пытается вернуть себе земли, отданные 30 лет назад под гаражные кооперативы «Чайка, Сокол и Вираж». В аэропорту говорят, земля нужна под расширение, но люди в это не верят и не понимают, почему вдруг должны отдавать свою собственность. Ильяна Ксюна вникал сегодня в эту проблему. Владельцы гаражей сразу трех кооперативов решили провести акцию протеста уже вторую в этом году и перекрыли ближайший пешеходный переход в районе Центрального аэропорта. Люди говорят, что 25 лет владели своими гаражами, но проблемы начались уже этой весной. А именно аэропорт выдвинул требование освободить занимаемые помещения и территорию. Люди не подчинились и, по их словам, в отместку. За это им с апреля месяца отключили свет. Выключили свет где-то в апреле месяце. До сих пор его нет? Нет. На сегодняшний день пользуются все, кто занимается, будем говорить, и тут в гаражах, и так, и кто-то где-то каким-то ремонтом занимается. У каждого есть свой генератор. Купили и работают. Как и водится в таких случаях, пропускают лишь спецтранспорт. Остальным приходится разворачиваться. Разумеется, без конфликтов не обходится. Руководство кооператива говорит, что никакого понимания с аэропортом нет и все общение построено на письменных уведомлениях. 20 марта пришло письмо с просьбой освободить эту территорию для целей построить перрон. Но так как мы люди все авиационные практически, мы понимаем, что для построения перрона нужна документация, нужны проекты и так далее. Никаких проектов нам не предоставили. Мы пошли на встречу с директором КП, нам она объяснила, что это таки государственная программа, опять-таки этот перрон будет строиться, будут стоять самолеты и так далее. В общем, в итоге ни к чему диалог не привел и 30 апреля нам выключили свет. По словам главы кооператива, по кадастру земельный участок, где размещены кооперативы, не имеет отношения к аэропорту. Люди считают, что за расширением прячется желание застроить эту землю. К тому же, по словам некоторых участников объединения, есть вопросы к арендным платежам. Расчетного счета нет и кому конкретно уходят деньги автомобилистов, никто не знает. Если конфликт не разрешится в ближайшее время, владельцы гаражей анонсируют более длительные массовые протесты.